Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников. Знакомимся с их биографией. Пьер Пюже. Французский живописец, скульптор, архитектор и инженер. Представитель французского классицизма эпохи «большого стиля», в кавычках, в год управления короля Ледовика XIV. Вместе с другими французскими скульпторами работал над украшением «Версальского бар». Дядя и учитель скульптора Христофа Верье. Данные я беру из-за тебя. Уже родился в семье марсельского каменщика в рабочем районе в Марсель. Поскольку два его старших брата обучались в ремеслу комнатёсов, он стал учиться резьбе по дереву. Начинал свою карьеру в возрасте 14 лет, вырезая деревянные украшения для галер, которые строили наверх в Марсель. Учился у строителей галеры резчиков по дереву Романа. В 1640 году, в возрасте 18 лет, взяв с собой инструменты, отправился морем в Риворно. Затем во Флоренцию, в поисках мастерской, в котором мог бы работать резчиком или скульптором. Получив хорошую рекомендацию от своего работодателя, отправился в Рим и представился живописцем римского барокко Пьетро де Картона. Он помогал Пьерто де Картона в росписи потолков Палаццо Барберини и Палаццо Пяти по Флоренции. В 1643 году Пюжет возвратился во Францию, выполнил в тулоне модель военного корабля. Затем вторично провел несколько лет в Риме и, вернувшись оттуда в 1653 году, в Марсель, привнес в искусство местных мастеров усы итальянского барона. Делал рисунки богато-украшных тосканских галер и рисунки воображаемых кораблей, из тех, которые Партона писал в своих декоративных композициях. Он показал их Жану Арману де Майзе Брезе, гран-адмирала французского флота, и получил заказ на разработку резного медальона для кормы нового французского военного корабля, названного в честь королевы Анна Австрии. Смерть гранд-адмирала положила конец его работе в области корабельного декора. Это было в 1646 году. Он стал заниматься живисью, в основном писать картины, премьезные сюжеты в стиле Карачи и Рукас. В 1649 году он получил заказ на строительство нескольких общественных фонтанов на новых площадях Тулона. В 1652 году было поручено изготовить купель для крещения в Саворе Марселе. Написал серию картин для Марсельского Савора. С 1662 по 1665 год работал. В 1650 году Перпи уже жил в Тулоне, там же женился, полностью обратил свое внимание на скульптуру. В 1655 году получил первый важный заказ на культурное украшение входа в ратушу Тулона. Затем снова работал в Риме, его репутация распространилась за пределы Италии и Прованса, и он был приглашен в Париж. Получил заказ от Лукаля Фуке, суперинтенданта финансов Франции, в ранние годы правления Людмиловика 14, на создание скульптуры для нового сада Фуке, включая статуи Герарх, личного символа министра Фуке. В 1671 году вошел в группу скульпторов, которым министр Кальбер поручил украсить скульптурный сад в Версале. Он работал в Тулоне, отправляя свою скульптуру в Париж. Позднее впал в немилость, опирает на его чрезмерно экспрессивный стиль, перестал соответствовать изменившейся эстетике королевского двора. Умер в Марселе 2 декабря 1694 года в возрасте 74 лет. Походили на кладбище в самой церкви милосердия. Церковь и кладбище исчезли, и место захоронения прибыть невозможно. Французский историк искусства Жермен Базе отмечал, что хотя французские скульпторы ездили учиться в Италии, почти все они прошли мимо Бернии. Подпочитая античную классику, только один Пюже испытал влияние великого мастера итальянского барокко. Его творчество можно назвать исключением, которое подтверждает правила, поскольку скульптор был родом из Прованса. В провинции, где даже в архитектуре итальянские образцы, не почитали Парис. Индивидуальный стиль и манера художника до такой степени соответствовали вкусам эпохи, что соотечественники прозвали его французским Микеланджело и Рубинс. Его творчество высоко ценил живописец французского романтизма Пежен Белакова. Ну, а вот вкратце о французском живописце, скульпторе, архитекте, инженере, представителе французского классицизма Пьер Поль Пюже. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok